ребят спасибо большое вам всем на самом деле реально я сама не готова была признать то что я хочу абдоминопластику что она мне нужна искала отговорки говорила что боюсь реабилитацию это очень дорого там а мне это не нужно но сегодня сняв это откровенное видео на качественную камеру я понимаю да что можно встать в позу можно красиво одеться но все равно этот мешок никакими процедурами как бы ты не боролся никуда не денется конечно я видела людей которые похудели на 90 100 килограмм у которых животик прям реально на коленках лежит очень сильно обвисла спина плечи там ну все я считаю что я отделалась легким испугом у меня просто есть животные руки которые меня и не шибко напрягают и вы мне постоянно и когда я пишу там на мечту например трекер привычек был настя на абдоминопластику когда твоя мечта будет абдоминопластика когда ты уже уберешь живот когда мы тебя увидим идеальный когда мы увидим тебя уже красивый я одеваю юбки завышенной талии джинсы и везде есть живот и ну и всегда приходится брать на размер больше чтобы туда вместился живот а по бедрам это смотрится уже не так и я думаю я верю во вселенную я верю в знаки я думаю если это сработает значит так должно случиться а если нет то нет и поэтому решила просто сделать такую публикацию я просто не ожидала что такое количество людей так переживают за меня и хотят поддержать разводе с мужем это болезненный для меня был союз и разрыв очень болезненный и разочарование и ожидание ну все пошло не так как я думала показалось кажется что кажется что все должно было быть иначе причем тут уже вопрос не отношений разрыва отношения поведения ответственности каждого взрослого человека за свои поступки и понимаю что ты сам со своими проблемами я как-то закопалась вы мне пишите ты где почему ты не выходишь где твои смешные рилсы где наша гадалка где предсказания мне нету ни на что это ресурса настроение не хочу выходить грузить и плакать в прямые эфиры говорить как мне плохо не хочу не хочу этого всего а сегодняшним поступком когда я не с какой не целью а просто выложила видео про кожи чтобы вы видели правду как выглядит этот живот что мне начали писать на из давай мы тебе соберем сделаем эту операцию я разревелась и мне стало я просто не благодаря вам может быть пересмотрела вообще отношения к миру к людям я и вас не просила никого помогать вы сами переживаете за меня и говорите что мы тебе поможем это такие крылья сзади вырастают ты понимаешь что в такие моменты что ты не один есть люди рядом кругом повсюду которые готовы тебя поддержать и помочь тебе вне зависимости знакомого не знакомы и это так круто это даже не для меня и не мой пример а вы это знаете тоже что кругом среди вас есть люди которые готовы вам помочь даже если они не являются вашими родственниками если вы оказались в сложной жизненной ситуации в общем человек который ну люблю помогать готова помогать ну как бы но сама стесняюсь просить помощи стыдно думаешь там вдруг кто-то что-то подумает но эта позиция жертвы я очень жертва сама по себе во всем я с этим состоянием борюсь и хочу из него выйти и прийти с таким постом и сказать давайте репостнем давайте попробуем найти хирурга я краснею фильтры да не видно мне очень стыдно это страшный выход из зоны комфорта это типа обратиться кому-то за помощью это для меня такой ну триггерный момент очень сложно мне дается а думаешь сейчас все напишут вот какая там аж чего вы должны а сколько поддержки сколько положительных сообщений сколько вообще всего хорошего на фоне всего этого происходит что я безумно благодарна вам я безумно благодарна что у меня появился этот блок что появились вы вот эти ваши сообщения о том что вы снижаете вес мотивируете я читаю всегда с улыбкой как у меня что-то случается у меня куча людей уже появилась просто такая команда друзей с которыми только из инстаграма мы созваниваемся списываемся какие-то чудеса с вами я все переживу стану сильнее мудрее умнее ресурсней и смогу дальше обязательно делиться с вами всей полезной информации и хочу чтобы каждого мечты сбывались сейчас посмотрим вообще насколько эти чудеса в реальности происходит я прям я прям даже знаете если честно надо верить а я в глубине души не верю то есть мне кажется что и сейчас будет какое-то такое чувство что типа ну попытка не так что побежала я за тимошкой в садик он меня ждет всех целую обнимаю вы сделали сегодня что-то невероятное что-то во мне переключилась и я осознала что-то для себя не только по поводу абдоминопластики а вообще касаемо своих желаний касаемо своих ситуаций вообще касаемо того чего я хочу чего я могу что можем мы всем миром мне есть над чем подумать сегодня постараюсь выйти к вам попозже прямой эфир вечером и сейчас у меня прям какая-то трансформация внутренняя я прям глубоко задумалась что не так все страшно и плохо как кажется на первый взгляд кругом столько прекрасных людей не нужно концентрироваться на негативных не нужно бегать за тем кто не хочет тебе помогать и просить помощи всегда найдутся те которые захотят искренне помочь это взаимообмен энергии кто-то кому-то помог потом другие люди и вот на этом и строится положительный мир а тот который бросает подводит в сложных жизненных ситуациях такие люди подлые пытаются еще добить унизить ну негатив свой им это все тоже возвращается у нас у нас у нас все будет лучше всех у всех нас будет все лучше всех я очень в это верю все кто пытается за счет вас самоутвердиться все кто хочет вас унизить возвысив себя уничтожить растоптать обидеть а еще бойтесь тех кто завидует и хочет быть похожими на вас доверие да как-то втираются избегайте это негативная очень негативная энергия которая не должна вы не должны делить свою энергию с этой негативной растратитесь и не поймете как что будет истощение эмоциональное в итоге в этому человеку так и не поможете как бы не хотели все бегу за тимоши всех целую пока пока